Ну, как бы сказать, опасное место. Это реально принадлежало викингам? Тише! Добро пожаловать на канал Жизнь Вия! Здесь видеоролики выходят каждый день в 10 часов по московскому времени. Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов или же Вия! И вы не представляете, какой крутой видеоролик мы для вас приготовили! Это магнитная рыбалка, а позади меня находится лощина, переправа, мангровые заросли. В общем, как это место, у нас только не называют. А рассказал нам про него один эксперт. Да, друзья, именно так. Согласитесь, что назвать это место жутким или каким-то необычным, как бы само собой разумеется, да? Вот мы прям смотрим и кажется, что какие-то события здесь происходили. Но очень часто подписчики мне пишут, что некоторые вещи, которые я вылавливаю на магнитной рыбалке, я называю не своими именами. Оно и верно, ведь я не могу знать всего в этом мире. Поэтому я позвал сегодня на магнитную рыбалку эксперта. Он разбирается во многих отраслях науки, в археологии, в викинговедении и прочих и прочих. Вот наш эксперт. Здравствуйте. Здравствуйте, я сумасшедший. Я, если что, египтолог еще, так что не забывайте. А, викинговед, египтолог. И драконовед. Что? Подожди, я все правильно услышал? Драконовед? Да, все верно. У меня даже есть диплом для этого. Вот. Ну, естественно, он как бы в электронном виде. Но если... Типа нового образца, электронный диплом? Да. Покажи, пожалуйста. Показывай, что за фигня? Конечно, просто, если вы сомневаетесь, пожалуйста. Диплом драконоведа, диплом викинговеда. Типа сразу два в одном. Ну да, это чтобы удобно было и вам. И вам, конечно, дорогие зрители. Ладно. Все это как-то странно, конечно. Напишите ваше мнение в комментариях, врет наш сегодняшний эксперт или нет. Он, кстати говоря, очень преобразился. Если вы не знаете почему, обязательно посмотрите этот видеоролик. Мы занялись тем, что поменяли образ... Эксперта. Эксперта на образ ученого, да? Да. Панат. Расскажите нам, что сегодня у нас за место, ведь вы нас сюда позвали. Ну, это место как раз здесь происходили военные события. Всякие вот эти вот викинги там, ну, различные там вот эти вот... Воины, короче, с какими-то другими пленами. Вот. И, соответственно, да, вот здесь прямо, ребята, это все и было. Вот здесь вот, да? Ну, да. Вы нам рассказывали, что мы сможем найти древние находки викингов, рыцарей и все такое, правильно? Так, естественно, потому что викинги раньше здесь жили племенами, а когда вот эта вода начала сюда стекаться, они, естественно, покинули это место. И оставили все здесь. Да. Поставь, поставь, не просто так очень далеко, потому что там можно запутаться в манговых зарослях. Хорошо. В середину лучше. Понял вас, Петр Николаевич. Прежде чем, конечно, заниматься в любой день, нужно всегда помнить о безопасности. Не забывайте о перчатках и костюмах защитных тоже не забывайте. Потому что безопасность, прежде всего, никогда не пытайтесь повторить за нами, потому что это может быть опасно. Лучше просто подписывайтесь на канал и наслаждайтесь контентом. Кстати говоря, подписчики знают, что Петра, нашего эксперта, мы приглашаем уже не впервой. Первый раз мы с его помощью смогли вытащить танк. Если не смотрели этот видеоролик, обязательно посмотрите. Так что Петр на самом деле очень начитанный и очень умный эксперт. Сейчас посмотрим, что же мне удастся вытащить в этот раз. Видимо, только палочку. А нет, стойте, что-то еще есть. Что это такое? Так, давайте посмотрим. Это же стрикопье. Стрикопье? Да. Что такое стрикопье? Да, ты что не знал, что ли? Это стрикопье. А как оно работает? Ты что не знаешь, как оно работает? Это использовалось для древности, когда бросаешь как бы туда на жертву и в нескольких веревочках она, естественно, запутывается и обязательно одна вонзается на жертву. Я ничего не понял, может быть подписчики помогут разобраться в комментариях, но это древняя штука. Да, я, пожалуй, ее возьму для изучения. Просто тогда я до этой графы не дошел, а теперь у меня стрикопье есть. Я теперь дошел до этого момента. Первая находка меня, конечно, удивила, но не сильно. Давайте продолжим магнитную рыбалку и посмотрим, что еще спрятано в этих манговых или мангровых зарослях. Я не понял. Тут много чего. Чувствуется? Да. Ну-ка, ё-моё, там может быть, может быть сундук какой-нибудь. Да вряд ли, слишком резво вы тянете, Петр Николаевич. Как же так? Как же так? Что это? Что это? Труп-то такая-то. Поднимайте, Петр Николаевич, вы же наш эксперт сегодня. Подождите, ребята, это, кажется, доспех. И кого-то, видимо, хлопнули. В смысле, вы хотите сказать, что это наконечника стрелы? Да, кого-то реально хлопнули и... Офигеть! Реально, смотри! Как будто бы пробитый доспех. Вот вам свезло, Петр Николаевич. Хотя поймал-то находку я, а вы тянете ее уже вы. Реально, очень похоже на наконечник стрелы. А почему доспех круглой формы? Каких доспех раньше было много? Это как бы, как знаешь, как кольчуга. Их было несколько штук. И, естественно, одна из них часть. И получается, в какую-то из этих частей попала... Стрела? А где находился этот элемент кольчуги? То есть, в какую часть тела ему попала стрела? Я думаю, наверное, здесь. Потому что здесь тоже, по сути, самое, ну, как бы сказать, опасное место. Печень, получается, стрела за это тело, да? Да, и он, наверное, всякоразно очень сильно страдал перед тем, как это все случилось. В общем, ребят, смотрите, как уже темно. Дело все в том, что вот так вот резко много времени прошло. Для вас, а для нас это уже три часа, Петр Николаевич. Да, были две находки, а дальше магниты в основном шли пустые. И нас, походу, эксперт сегодня обманул. Какие-то... Подожди. Ну, я же не знал, он сто процентов, что... Что... Тяни. Возможно, это... Возможно, это та самая легендарная. Кто? Да и в книге я однажды прочитал, что здесь потеряли одну вещь, очень серьезно. В книге? Написали о том, что здесь какая-то находка есть? Ты нам не рассказал? Да, ну, может быть, сейчас мы ее узнаем как раз. Блин. А что это вы тянете, Петр Николаевич? Просто для меня это важно. Я столько книг прочитал. Ты туда знал? Подожди, там что-то есть. Блин, что, что? Что это? Аккуратнее, Петр Николаевич, аккуратнее. Это, кажется... Это моя находка, вы все находки у меня забираете. Подожди, это, кажется... Это, кажется, то, что... То, что я в книге читал. Ее потерял известный... Известный... Тише! Офигеть, какая она тяжелая. Тише! 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 Ничего ты мне не дарил, сумасшедшим! Офигеть! Давил я тебе сертификат. Ничего не знаю. Что это? Тетр Николаевич, как это называется? Это оружие самого главного из племени викингов. Да. Это оружие викингов? Да. Это оружие викингов! Офигеть, какие викинги были сильные. Они не очень были сильные. Очень тяжело. Несмотря на то, что у них даже... Какая она тяжелая. Просто нереально тяжелая. Осторожней, это... Я что-то немного припоминаю, это кажется... Кажется вышибалка. Это не может называться вышибалкой. Как называется это оружие викингов? Напишите в комментариях, друзья. Офигеть. Но эта находка просто нереально крутая. Вот это рукоять, реально. Сейчас так никто не делает. Это однозначно говорит о том, что это какая-то древняя находка. И, блин, очень странно это все выглядит, конечно, друзья. Я не помню, как она называется. И эксперт, по-моему, нам врет. Ребят, это вышибалка. Не может быть это вышибалка. Потому что там, видишь, пупы. В общем, вся надежда на вас, друзья. Пишите свои версии в комментариях. Самые яркие я отмечу лайком в комментариях. Ну, а самые развернутые получат у меня ответ в комментариях. Так что терзайте. Ну, блин, Федор Николаевич. Я надеюсь, что вы темноты не боитесь. А то это уже какая-то ночная магнитная рыбалка получается. А что здесь такого? Даже и ночью бывает. Кстати говоря, у меня к вам вопрос. Вот мы вам предложили нормальный костюм магнитного рыболова. Ну, почему вы выбрали вот этот вот? Так вы что, не знали, что ли? Тут просто сказали, что осадки будут. В смысле, осадки радиоактивные? Нет, обычные. А зачем костюм-то? Вы знаете, что это химзащита? Что, серьезно? Да. Ты думал дождевик? Вы думали, это дождевик? Да, я думал дождевик. Да мне еще дядька сказал, что типа сходи. Офигеть. Он меня подколол. Ну, ладно, я с ним поговорю сегодня вечером за чашкой чая. Ну, ладно, Федор Николаевич. По-моему, у меня что-то есть на магните или металлице. Я говорю, в темноте просто ничего не видно. А, нет. Тихо. О. О. О, это кажется... Что это такое? Это кажется... Какая-то странная находка очень. Викинг. Это викингская пуля, кажется. Что? Викингская пуля? Да. Тогда не было, конечно, всяких автоматов или пистолетов. Но у викингов был специальный инструмент. Они замахивались и этой пулей стреляли. Я опять сомневаюсь в том, что вы читали три десятка книг или сколько там. Это не очень похоже на... Я не знаю, что это даже такое. А, подожди, подожди, подожди. Это же кажется пряжа. Это когда жены у викингов пряли доспехи, ну, для кольчуги. Они использовали специальную пряжу. И это кажется она. Это пряжа викингов? Да. А что у нее внутри? А это держалка. Откуда у викингов были такие технологии, Петр Николаевич? Ну, в те времена много чего было, которые еще не всем известны. А, типа как тайна египтян, да? Никто не знает, как они построили свои пирамиды в те времена. Естественно. То есть викинги еще более продвинутые, чем египтяне, да? Очень. В общем, напишите ваши версии в комментариях, стоит ли нам еще ходить на магнитную рыбалку с Петром или нет. Потому что мы уже очень темно. И как-то в этот раз, ну, что-то танка мы не выловили все-таки. Да, есть одна жуткая находка, очень интересная. Ну, танка здесь нет. Главное, до конца. До конца. Ну, я думаю, что скоро. Потому что для меня тоже важно. Что для вас важно? Вам-то зачем все это, Петр Николаевич? Просто... Викинг потерял очень серьезный... Ну, колпак. Колпак? Да, он очень ценится сейчас. И... Что-что-что-что? Что? Это, кажется... Я не знаю. Это... Это... Викингский шурикен. Что? Шурикен викинга? Да! Чего? Викинги раньше бросали и вот прямо вот так подкидывали. Они прямо вот так вот брали и вот так вот прямо взяли и подкидывали. Зачем ты выбросил находку? А... Я хотел просто показать, Света. Она тебя бросила. Не-не-не-не-не, подожди. Да ты... Я, по-моему... Это, по-моему, деталь подшипника обыкновенная была. Тебе тоже ведь так показалось? Угу. Это был просто кусок подшипника. Подожди. Да я тебе говорю. Ты... Я все понял. Он понял, что... Он... А-а-а... Ты нас обмануть хочешь? Блин, да... Как мне теперь найти-то? Это невозможно. Я все понял, Котор Николаевич. Ты никакой не эксперт. Ты нам всякую фигню рассказываешь, а мы тебе верим, как дети. А, вот достал. Да потому что я же эксперт в магнитной рыбалке. Ты какие-то достал. А то там постоянно подписчики и хейтеры не верят. Хейтеры особенно. Подписчики-то мне верят. Подписчики самые верные, самые любимые у меня. А хейтеры... Ну-ка, нам нужен свет. Сейчас посмотрим на нее повнимательнее. Блин. Да возможно, Петр Николаевич нас так поздно позвал специально. Чтобы мы не поняли, что это... В темноте не разглядели. Что это обыкновенные детали. То есть это... Я видел такое в механике. Это деталь подшипника или шестерни какой-то. А ты говорил, что это Шурикен. Это не Шурикен. Да? Ты все еще говоришь, что это Шурикен? Ты не читал 30 книг за 3 месяца. А ты читал? Нет. Странно все это. Ладно. В любом случае, я могу поверить Петру, потому что другие находки... Вот эта вот штука, вот эта... Это реально принадлежало викингам. И другие очень похожи на времена викингов. Не забывайте писать ваше мнение. Но ты ведь как эксперт на 100% уверен, что предыдущие находки принадлежали викингам. Да. 100%. А эта? Наверное, на 95. Шурикен викингам? Да. Ладно. Все-таки пусть, как обычно, подписчики разрешат все эти споры. В любом случае, мы очистили водоем и унесем все находки с собой. Целый день и полночи ушло на это. Так что, я надеюсь, мы заслужили ваш королевский лайк. И, конечно же, подписку на канал и на колокольчик нажимать тоже не забывайте. Ведь мы выпускаем видеоролики каждый день специально для вас. А с вами был я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. И, конечно же, Петр. Наши... Хотел сказать, наш эксперт, но ему виднее. Увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok